Добрый день! Профессионалы оконного рынка прекрасно знают, что фурнитура является важным элементом оконной конструкции. Можно сделать теплое окно, качественно его установить. Но если фурнитура начнет барахлить, все старания как компании-производителя, так и компании-установщика пойдут прахом. На сегодняшний день компания Proplex, лидер производства ПВХ-систем по австрийским технологиям, рада предложить вам фурнитуру Proplex F20. Данный фильм поможет вам не только узнать что-то новое о фурнитуре, но и качественного собрать. Proplex F20 это фурнитура, изготовленная на заводе в городе Хайлигенхаус, Германия, и является надежной фурнитурой на защите комфорта вас и ваших окон. Перейдем непосредственно уже к самой установке и сборке фурнитуры на готовом окне. Для этого нам понадобятся следующие элементы. Это безусловно шаблон на створку, шаблон на раму, ключ комбинированный. Нам понадобится дрель, шуруповерт, также нам понадобятся саморезы, сверло 3 мм, сверло 7 мм для формирования отверстий под нижнюю петлю на створке, отвертка и перчатки. Необходим будет сам непосредственный комплект фурнитуры Proplex F20, который включает в себя угловую передачу, откидной запор, который представлен в двух спецификациях для установки микролифта и без установки микролифта. В комплект фурнитуры входят также размерозависимые детали, которые подвергаются обрубке. Это ножницы на створке, ножницы на раме, которые являются универсальными как левыми, так и правыми. Демпфер для ножниц, поворотно-откидной привод, который является также размерозависимой деталью и зависит от высоты створки по фальцу. Элементом фурнитуры Proplex F20 является средний запор, который зависит от высоты створки по фальцу и от ширины створки по фальцу. Нижняя петля на створке, верхняя петля на раме и штифт. В комплект входят также детали, являющиеся либо левыми, либо правыми. Это блокировщик откидывания створки и микролифт при подниматель. Поворотно-откидная ответная планка, либо левая, либо правая, и ответная планка. В комплект входит также ответная планка микропроветривания. В каталоге представлены технические плакаты фурнитуры Proplex F20, а также подробное описание элементов фурнитуры. И важным элементом, конечно же, это ваше желание быстро и качественно собрать фурнитуру. Перед установкой фурнитуры необходимо проверить зачистку сварного шва. Это важно сделать для четкой фиксации и установки шаблона на створку. При необходимости зачистки воспользуйтесь специальным инструментом. Угловая передача устанавливается первым элементом при шахмонтаже фурнитуры Proplex F20. Ее основное конкурентное преимущество – усиленная конструкция. Гибкая тяга узла, на которой приходится максимальная нагрузка в момент запирания окна, изготовлена из четырех полос высоколигированной прочной стали. Угловая передача, как правило, устанавливается первым элементом при монтаже фурнитуры. За счет универсальных клипс монтаж происходит легко и не требует крепления фурнитуры саморезами. Следующим элементом мы устанавливаем откидной запор, который монтируется в часть створки, противоположную угловой передаче. А важным фактором является то, что здесь также присутствует запорная клипса, которая позволяет нам монтировать данный элемент без крепления саморезами. Для того, чтобы грамотно поставить поворотно-ткидной привод, мы уже заранее сделали отверстие для установки ручки, и, соответственно, привод уже легко ложится в паз. Итак, мы отметили расстояние, где нам необходимо будет обрубить привод, и для этого нам нужно воспользоваться пресс-ножницами, по-другому называемой гильотиной, для рубки фурнитуры. Теперь мы перейдем к рубке фурнитуры. Воспользуемся специальными пресс-ножницами для более точной рубки фурнитуры. Данные ножницы позволяют врубить фурнитуру Проплексы 20 толщиной 2,4 мм. Так вставляем в гребенку и полотно под указанный размер. На этом рубка фурнитуры закончена. Конкурентным преимуществом фурнитуры Проплексы 20 является увеличенная толщина металла 2,4 мм, что увеличивает срок службы окна за счет бесперебойной работы элементов, на которые приходится максимальная нагрузка при откидывании створки. Теперь мы обрубленный с двух сторон под необходимым размером привод установим на саму створку. Устанавливая привод, мы должны обращать внимание, что цапка у нас должна располагаться в нижней части, если мы берем за середину место крепления дверной ручки, а логотип фурнитуры Проплексы 20 должен располагаться у нас вверху поворотно-откидного привода. Также необходимо обратить внимание на размерный ряд. Втапливаем привод в полотно. Также фиксируем фурнитурным пазу откидный запор и поворотно-откидный привод. Откидный запор может идти с клипсой. С клипсой найдет в том случае, если не устанавливается дополнительно микролитный приподниматель. Монолитная конструкция откидного запора обеспечивает надежную фиксацию створки в положении откинутой. Высокопрочная конструкция цапв на всех элементах фурнитуры обладает высоким показателем прочности и стойкости к стиранию, что важно в работе любой фурнитуры. Перейдем к установке ножниц на створки, в которой мы определим, насколько их нужно будет обрубать на специальных пресс-ножницах по обрубке фурнитуры. Итак, мы смотрим, на какую длину нам необходимо будет обрубить ножницы на створке. Для этого мы берем ножницы и смотрим, какое расстояние нам необходимо обрубить при установке. Ножницы фурнитуры Проблекса 20 состоят из двух частей. Ножницы на створке, которые мы уже с вами обрубили, и ножницы на раме. Преимуществом как всей фурнитуры, так и ножниц в частности является толщина 2,4 мм и бальмоническое покрытие металла. Стоит также отметить, что ножницы на раме являются универсальными, как левыми, так и правыми. Прежде чем данные ножницы установить, мы скрепляем их следующим образом. Ножницы скреплены, и мы можем перейти уже непосредственно к установке. Прежде чем мы устанавливаем ножницы на створку, мы должны скрепить их со средним запором. Для этого нужно выполнить следующее действие. Мы скрепляем этот средний запор и вставляем в паз. Вот у нас конструкция собрана. Хочется обратить внимание, что так же саморезами мы не фиксируем, а лишь утапливаем в местах соединения. И фиксируем клипсы. Элемент собран. Мы проверяем его на движение. Движение есть, соответственно, данный элемент установлен. В фурнитуре ProPlex R20 возможна установка ограничителя откидывания, открывания ножниц. По-другому называется этот элемент, как демпфер. Он помогает ограничивать откидывание и резкое открывание створки при больших ветровых нагрузках, а также ставит более плавный ход и движение фурнитуры при откидывании самой створки. Фиксируется он уже в самом конце при сборе фурнитуры. Одним из самых последних элементов мы устанавливаем блокировщик откидывания. Блокировщик откидывания является достаточно удобным в установке и позволяет препятствовать открытию створки в двух направлениях. Приподниматель микролифт. Он позволяет облегчить подъем створки и помогает фурнитуре более мягко открывать саму створку. Мы также его фиксируем в фурнитурном пазу, уже между соединением кидного запроса и поворотом кидного привода. И теперь мы можем переходить, наверное, к одной из самых важных процедур при формировании установки фурнитуры проплексов 20, к монтажу отверстий на петлевую группу. Для этого мы воспользуемся шаблонами, шаблон на створку, и для этого воспользуемся сверлами. У нас будет сверло на 7 мм и сверло на 3 мм. Прежде чем воспользуемся шаблоном, мы должны удостовериться, что углы достаточно хорошо зачищены, и шаблон без затруднений может войти до упора в прижим к непосредственно створке. В данном случае прижим достаточный, шаблон установлен, и мы воспользуемся непосредственно уже дрелью для формирования отверстий под петлевую группу. Итак, мы сформировали с помощью шаблона отверстия под нижнюю петлю. В данное отверстие войдут у нас непосредственно самые штифты петли, сюда будут крепиться саморезы. Несколько слов о конкурентных преимуществах нижней петли на створку и раму фурнитуры проплекса 20. Они имеют усиленную конструкцию за счет применения штифтов увеличенного диаметра и подлиненного регулировочного винта. Итак, устанавливаем непосредственно самую петлю. Устанавливается достаточно легко, жестко фиксируется в створке. Шаблон на раму. Итак, мы берем шаблон проплекса 20, который имеет ограничители непосредственно упора шаблона в створку. Формируем шаблон следующим образом. У нас появляется отверстие, которое мы должны сделать с помощью сверла 3 мм для установки крепления под нижнюю петлю. Соответственно, с помощью инструмента мы этот процесс выполняем. Мы сформировали отверстие под верхнюю петлю на раме. Теперь мы устанавливаем верхнюю петлю. Верхняя петля установлена. И в дальнейшем мы крепим саморезами. Мы установили верхнюю петлю и сформировали отверстие на раме для установки нижней петли. Нижняя петля на раме имеет усиленную конструкцию, утолщенный штиф и возможность дополнительной регулировки. Итак, мы подходим к финальному этапу сбора фурнитуры, установке фурнитуры Proplex F20. Мы будем устанавливать уже профилезависимые детали на рамную часть. Это ответная планка микропроветривателя, поворотно-откидная ответная планка и непосредственно сами ответные планки. Первым элементом, которым мы устанавливаем, это поворотно-откидная ответная планка. Утапливаем планку в фурнитурную пазу и переходим к установке ответных планок. При объемах производства более 15 окон в смену, целесообразно использовать комплект шаблонов для установки ответных планок. В данном случае мы воспользуемся простым методом установки шаблонных ответных планок по месту примыкания ЦАПФы к самой раме. При установке ответной планки микропроветривания мы должны учитывать очень важный фактор. Расстояние от края рамы до ответной планки должно составлять не менее 3 см. Поэтому при установке микропроветривания мы должны учитывать данное условие. И фиксируем ответные планки с помощью самореза. После того, как мы уже установили всю петлевую группу, мы вставляем штифт. Штифт имеет достаточно хорошую смазку и легко заходит непосредственно в верхнюю петлю на ради. Конкретным преимуществом данного штифта является повышенная толщина металла. Отсутствие пластиковых вставок позволяет низить стирание данного элемента и достаточно сильно фиксировать створку на раме. Для извлечения штифта мы можем воспользоваться специальным комбинированным ключом. Резким усилием мы извлекаем штифт и петля свободна. В завершении установки фурнитуры Проплекс F20 нам необходимо установить ручку. Мы провели монтаж и установку фурнитуры Проплекс F20 на готовом окне. Вы убедились, как удобно и просто монтировать фурнитуру. Высокое качество элементов и продуманная конструкция позволяют установить на фурнитуру Проплекс F20 гарантию в 20 лет. Фурнитура Проплекс F20 – надежная фурнитура на защите комфорта ваших клиентов. Компания Проплекс F20 желает вам успехов в работе! Продолжение следует...